Жители Иркутска и нескольких садоводств с нетерпением ждут открытия улицы Карпинской. Этим летом там ремонтируют самый большой дорожный участок в областном центре. Около 5,5 километров асфальта необходимо заменить до октября. Но меняют специалисты не только дорожное полотно, а также основание дороги. Зачем и почему это оказалось, непросто узнаете далее. Пока грейдер причесывает щебенку, строители регулируют движение машин по второй полосе. Так сейчас выглядит ремонт на улице Карпинской в Иркутске. Работа стартовала с 15 мая. После демонтажа старых тротуаров и ограждений здесь уложили бордюрный камень. А новые дорожные одежды успели покрыть уже полтора километра пути. Но не обошлось без неприятных сюрпризов. Из-за болотистой местности пришлось делать отвод воды. Это влагозащита дорожной одежды, чтобы отделить воду от основания, чтобы асфальт не трескался. Здесь пучинистые грунты, также родники тут присутствуют. Так как была чистая местность, соответственно, нужно отвод воды делать от дорожной одежды. Возникла и другая проблема. После вскрытия полотна рабочие обнаружили строительный мусор. Ранее он служил основанием дороги, поэтому асфальт постоянно проседал и трескался. Прошлые недочеты пришлось устранять. И вместо обычного ремонта теперь здесь капитальный. Уведомили заказчика, приняли решение, те работы, которые не предусмотрены в проектах, в спасмете, добавлять, заменить толщину основания, которая меняется. То есть по факту у нас было 30 сантиметров, местами получилось где-то метр, метр двадцать. Кроме того, подрядчику нужно было лишь разработать систему кюветов, а по факту он их делает. Из-за этого работы пока выполнены всего на 30%. Впереди еще три с половиной километра пути. В связи с возросшей нагрузкой в администрации Иркутска изыскали дополнительные средства и добавили их к стоимости контракта. Работы еще много. До октября месяца у нас контракт. Понятно, что этим летом и садоводством, и жителям придется потерпеть. Работы будет много, дорога перекрываться будет по всей длине. Но по-другому ее, к сожалению, не сделать. Это, фактически, еще раз повторюсь, единственный проезд, и мы его сделаем на долгие года. Надеюсь, что здесь никакая гидрологическая обстановка уже не повлияет, и люди будут радоваться и пользоваться дорогой. Все-таки это одна из крупнейших улиц, которую ремонтируют в этом году. Но, несмотря на сложности, объект планируют сдать в срок до 1 октября. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.